Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. И сегодня я начинаю свой проект использовать по максимуму. Как человек экономный, бережливый, который покупает всю косметику и ходовые средства за свои собственные кровно заработанные деньги, я хочу использовать эти средства по максимуму. В идеале, конечно, хорошо бы до конца в этот проект вошли те средства, про которые я немного забыла. Уходовых средств их совсем немного, и дальше пойдет декоративная косметика. В части декоративной косметики я не стала себя ограничивать пятью-шестью средствами, так как планирую пользоваться практически только теми средствами, которые я беру в этот проект. Сегодня, как вы видите, я в довольно нетрадиционном макияже, так как пыталась приспособить те средства, которые я отобрала в этот проект. Буду вам рассказывать, что на мне. Первое, что я очень хочу использовать, прикончить уже эту баночку, ее половина. Это Etude House, корейский производитель. Очень вкусный аромат, это ночная маска. Она такая вот прям желеобразная. Накладывается она уже после основного ухода. Как-то мало я стала в последнее время пользоваться маской. Вполне возможно, из-за того, что у меня довольно много сейчас жирных таких вот хороших уходовых кремов на скалагенном. Кстати, очень хорошо увлажняет. Утром кожа такая прям как тесто, знаете? Ну вот что я имею в виду, такой вот прям как мячик. Как будто надутая изнутри. То есть она действительно очень хорошо прям вот так питает, увлажняет кожу. Да, здесь 100 миллилитров, у корейцев прям хорошие такие всегда объемы. Кстати, заказывала я ее на Айхер. Еще одно средство, это японский производитель, Ньюал. Это алоэ вера, 100% спрей. Вот видите, он такой, я вам, кстати, его показывала в каком-то своих видео. Абсолютно, вот прям видите, я переворачиваю, он даже не стекает. Он желе, желеобразный. Это 100% алоэ из, соответственно, листиков, правильный такой алоэ. При распылении, смотрите, он превращается в абсолютную жидкость, которая хорошо, первое, закрепляет макияж, а второе, увлажняет перед тем, как вы используете какие-то уходовые средства, может быть, перед нанесением макияжа. Ну вот видите, половину я его использовала, и все, как-то вот я про него забыла. Хочу использовать, потому что у всех у них, естественно, есть определенный срок годности. И вот до конца 2018 года они все, ну, уже начала, уже открыла, это значит, часики их тикают, поэтому буду активно использовать. И следующее средство, уходовые, их довольно много, но они примерно однотипные. Это сыворотка с фруктовыми кислотами, ампульная сыворотка с двумя видами гиалуроновой кислоты, более мелкой и более крупной молекулы, гиалуроновая кислота и пептиды, гиалуроновая кислота, ферменты, пептиды. Все это серия СТЛР. Серия Шери, того же производителя. Секрет улитки и коллаген, сыворотка. Растительные стволовые клетки и гиалуроновая кислота. Пептиды. Аргирелин и гиалуроновая кислота. Отрывные, одна доза, ее в принципе хватает на лицо и частично шею. Если наносить на тоник, на тонике прекрасно расходятся средства такие вот желеобразные. Производитель у них у всех один, это ЛТД Анкорс. 29 доз. Ну, то есть фактически мне на месяц вполне достаточно, хотя бы раз в день. До нового года я планирую их использовать точно в своем проекте. Следующее, что я вам хочу показать, вот такой мой хитрый набор, который произошел. Произошел из чего? Из шариков Герлен, это старая серия Герлен, это была пудра. Мне не нравилось в ней то, что слишком много первомутровых шариков, но это у всех проблема с Герлен пудрой. И то, что там были слишком розовых много шариков, я их вынула и положила в отдельную коробочку вместе с румянами от Эйвен. То есть там уже были румяна в шариках, более мелкие шарики розовые, это уже Герлен. Таким образом у меня получилась вот такая вот пудра, которая имеет, ну, более-менее подходящий мне оттенок. Если слегка совсем наносить, то очень даже красивый получается, особенно если на периферию лица. Следующее, что у меня получилось, это вот такие вот румяна. Кстати, цвет получился очень-очень симпатичный. Все зеленые, фиолетовые, белые шарики, опять же, из той же самой пудры Герлен я вынула и положила вот сюда, в отдельную коробочку. И таким образом у меня получилась пудра корректирующая. И хорошо очень этой пудрой закреплять макияж и под глазами иногда, если много всяких там средств и жирники, кремы мне не сушат, кстати, эта пудра. И точно так же на зону Т она совершенно не видна. Какой-то скраб, вот лаш. Ну, в общем, баночки все удобные, ничего не выбрасываю, в итоге, видите, они пригождаются. Таким образом у меня есть пудра фиксирующая макияж, у меня есть румяна и у меня есть пудра, которая имеет тон. Эти средства у меня уже довольно давно, я хочу их активно сейчас начать использовать. И пока ничем другим пользоваться не буду до Нового года. Посмотрим, что у нас получится. Значит, следующее средство. У меня, к сожалению, разбился мой любимый бронзер от Evolime 57 Glam. Так, ну, помните, я показывала вам, пудра была уже отколотая слегка, я предупреждала вас, кстати, друзья, сама в итоге это все разбила. Все было очень плохо спрессовано, ну, очень бюджетное средство. Я перепрессовала это все, как вы видите. В итоге получилось очень-очень такой деликатный бронзер, который, он вот так рукой плохо очень набирается, он шлифуется, только еще сильнее начинает блестеть. Не знаю, видно вам или нет, но вот он вот, смотрите, он прям такой вот слегка-слегка. Сейчас он у меня, кстати, на лице, и пудры, которые я вам только что показывала, тоже все на лице. Он так слегка освежает, чуть-чуть контурирует. Очень хороший получился, мне он даже теперь больше нравится, честно говоря, вместе вот с этой перламутровой пудрой. Он приобрел такой вот глянцевый, такой очень приятный отблеск. Сейчас я буду его активно использовать в качестве бронзера. Очень плохо держатся вот эти крышечки, будьте, пожалуйста, с ними аккуратны. Итак, добавляем его в проект. Следующее средство – это тональный крем Even Calming Effect. Он мне очень нравится. Я вам его, кстати, несколько раз показывала. Девушки, которые спрашивали у меня, что делать, если очень сухая кожа. Вот он, кстати, подходит. Несмотря на то, что он кажется каким-то таким желтоватым, он прекрасно расходится, подстраивается под цвет кожи. И мне он не сушится. После использования таких вот неправильных тональных средств, которые высушивают кожу, меня прям иногда, знаете, все стягивает. Вот после него нет. Сейчас он у меня на лице, как видите, он неплохо подстроился. Цвет «Крим», то есть такой бежевый. Значит, вот такой консилер от «Эльф». Консилер, как угодно его можно называть. Все-таки, наверное, корректор, если будет правильным. Потому что он имеет цвет не стандартной кожи, а чуть-чуть лососевый, потому что он прекрасно перекрывает синячки. Он такой прямо жиденький, он прекрасно впитывается. Он чудесный, оставляет легкий-легкий такой тинт. Он не сушит, кстати, кожу. Но, естественно, я на какой-то жирненький крем наношу. И он не скатывается, кстати. И вот сюда я не наношу, только на синеву чуть-чуть. И хайлайтер. Смотрите, какой тоже кремовый, совсем прямо легкий. Он не дает какого-то безумного свечения. Как луна, вы светиться в темноте не будете. То есть вот он такой дневной, абсолютно легкий. Вот с этим средством я делала, прям показывала вам в видео. Пятиминутный макияж очень быстрый. Вот такое дневное средство. Просто супер. И того, и того осталось половинкой, так что добавляю его в свой проект. Следующее средство, которое мне помогает сделать мое лицо более таким свежим. И для вечернего макияжа 100% навсегда его использую. Это вот L'Oreal, такой Lumi Majig. Это прекрасный совершенно хайлайтер, если его использовать отдельно. Фактически называется он база под макияж. Ну так, если правильно. Base. Люминесцентная база. И она, конечно, более такая светящаяся. Просто так я ее не наношу без ничего. Для придания цвета приятного лицу и такого свечения легкого, как бы изнутри. И я использую его в тандеме с любым тональным средством. В данном случае буду использовать с этим. Его осталось примерно половина, потому что я его достаточно часто использую. Но его нужно, как вы видите, оно довольно активное. Буквально каплю, просто вот так вот прям на руке смешиваю. Их каплю этого и каплю этого кисточкой наношу на лицо и потом прихлопываю. Чудесно сидит. Его сейчас активно использовать. У кремовых текстур, как вы знаете, гораздо меньше срок годности, нежели у сухих. Поэтому нужно аккуратнее с этим. Тут у меня еще, видите, целая колясочка со средствами. Давайте по очереди. Вот такой праймер чудесный от Ева Мозаик. Продаются эти средства в Эльдебате и Ревгош. Это российский производитель. Он делает замечательную, очень качественную косметику. Декоративную и вот такую вот полуходовую, ходовую, да, под макияж средства. Это база, которая Radiance, ну, дает такое легкое свечение. Но она еще прекрасно выравнивает тон кожи. Иногда я просто ее использую даже вместо тонального средства. Потому что она просто сглаживает все недостатки. Можно под глаза в том числе. И она инкапсулированный комплекс. То есть там такие несколько, вот знаете, как в корректирующей пудре. Всех цветов, шарики, они лопаются, растираются. И получается, что вы наносите как бы вот такой легкий крем, который полностью сглаживает все ваши недостатки. Пользовала, использовала и все, она никак не уходит. Ну, то есть ее много не нужно. Буквально вот по три капельки. Приобретала я ее уже довольно давно. Поэтому хочу использовать сейчас. Одну треть вот так, по моим ощущениям, я уже использовала. Так, беру ее тоже в этот проект, буду наносить под крем тональный. Либо вместо тонального крема. И тогда сверху я буду наносить уже вот эти вот метеориты. И все, у меня будет абсолютно свеженькое такое лицо, готовое к выходу. Pastel Lumiere. Это тени от Bourjois в 34 оттенке. Которые имеют вот такой вот красивый розовый оттенок. При этом они еще светятся золотом. Я их использую как тени слегка, и как румяна, и как хайлайтер. Тут, в общем, миллион вариантов использования. Как вы видите, у них уже прям такая хорошая выемка. Они были очень большого объема. Они вот запеченные, эти тени. Кто знает вот такую вот серию от Bourjois, они довольно большие. И вот я их как-то долго использую, все никак не могу. Сейчас хочу использовать на день просто как румяна и хайлайтера два в одном. Чтобы просто вот, ну, быстрый такой макияж делать. Поэтому включаю их тоже в свой проект. А вот эти тени от Bourjois сейчас у меня на яблочках. Еще буквально чуть-чуть, потому что довольно интенсивные глаза. Сейчас скажу, чем я так ярко накрасилась, да. Ну, еще подход к тем средствам, которые я включаю в проект, я должна как-то к ним какой-то подход найти. Поэтому иногда буду что-то экспериментировать. В качестве скульптора для того, чтобы выделять вот эту ямочку, да. Щеки немножко, может быть, для носа. Возможно, что-то корректировать овал. Я буду использовать вот такие вот чудесные, супер-супер бюджетные тени от Demi. Посмотрите, какой у них чудесный оттенок. Demi – это немецкая компания, которая открыла на территории России уже производство. Смотрите, какой он тень дает. Вообще прям отличный. Тени-однушки – 714 номер. Спрашивайте меня, если вас какие-то конкретно продукты интересуют. Какой-то цвет, оттенок. Если вы что-то не услышали, не поняли. Это средство от Demi, вот эти тени-однушки. Как раз у меня сейчас под скулой. Я скорректировала ими чуть-чуть, буквально овал лица. Для того, чтобы видео не было слишком длинным, я разбиваю его на две части. Это продукты, вошедшие в первую часть моего видео. Если вам понравилась моя идея, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Присоединяйтесь к моему проекту «Минимализма». Использовать по максимуму. Спасибо большое, что были со мной. Я жду ваши отзывы. Ждите вторую часть видео. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!